Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед по книге «Бытия». Сегодня мы с вами читаем шестую главу. Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческой, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. Это загадочные достаточно слова Священного Писания, когда речь идет о сынах Божиих, которые увидели дочерей человеческих. Наиболее распространено оттолкование, что сыны Божии под сынами Божиими понимаются ангелы или языческое представление о том, что цари, герои и другие выдающиеся люди, они являются физически потомками богов. То есть здесь слово «сыны Божии» может относиться к тогдашним представлениям о языческих божествах, которые, как люди представляли себе в то время, могут вступать в физические отношения с дочерями человеческими, и у них может быть потомство. Это было очень широко распространенное представление о том, что выдающиеся люди, они имеют в себе примесь, так сказать, божественной крови. «И сказал Господь Бог, не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеками, семи, потому что они плоть, пусть будут дни их сто двадцать лет». То есть язычество, начинается язычество, начинается почитание языческих этих божеств, которые здесь обозначены как сыны Божии, и люди начинают претендовать на то, что они кровно связаны с этими богами. И это прогневляет Бога, и он говорит, не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеками, семи, потому что они плоть, пусть будут дни их сто двадцать лет. Бог ограничивает время жизни человека. Он ограничивает время жизни человека сто двадцатью годами, и это ограничивает то зло, в которое человек впадает. Вот мы видели зло человека убийства, и здесь мы видим зло язычество, зло идолослужения. «В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это были сильные и издревле славные люди». То есть появляются лидеры, появляются вожди, появляются цари, и они начинают претендовать на божественное происхождение, на то, что они являются потомками божеств. Это в древнем мире достаточно распространенное представление. «И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли их и помышления сердца их были во зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбил в сердце своем». Бог видит это развращение человеков на земле, которое проявляется и в убийствах, и которое проявляется в поклонении языческим божествам, и помышления их были зло во всякое время. «И раскаялся Господь, что создал человека на земле». Конечно же, надо понимать, что Библия здесь прибегает к такому простому детскому языку для того, чтобы передать важную мысль, что Бог неравнодушен к тому, как люди себя ведут. У Бога вызывает отвращение, вызывает негодование то, что люди совершают убийства, и то, что люди впадают в язычество. «Воскорбел и раскаялся» — это не подобно человеческому раскаянию, что вот я был неправ, зря я так поступил. Это описывает глубокую скорбь и негодование Бога перед лицом человеческого греха. «И сказал Господь, истреблю с лица земли человека, в которых я сотворил, от человека до скотов и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Но и же обрел богодать перед очами Бога, Господа Бога». Бог собирается совершить наслать на людей всемирный потоп и изгладить зло с лица земли. Так совершается суд Божий по отношению ко злу. И это один из судов Божьих, первых из судов Божьих по отношению ко злу, о котором упомянуто в Священном Писании. И это то, что иногда вызывает в людей непонимание, недоумение. Вот как же Бог решил всех истребить с лица земли. Он же вроде любящий, он же вроде благой и добрый. И ответ на это недоумение такого, что именно по благости Божией Бог полагает предел злу. Именно благость Божия проявляется в том, что Бог полагает предел возрастанию человеков во зле. Поскольку Бог ищет вечного спасения человека, Бог иногда посылает людям смерть для того, чтобы остановить их возрастание во зле. Ноя же обрел благодать пред очами Господа Бога. Вот житие Ноя. Ноя был человек праведный и непорочный в роде своем. Ноя ходил пред Богом. Ноя родил трех сынов – Сима, Хама и Яфита. Но земля растлилась пред лицом Божиим и наполнила земля злодеяниями. И возрел Господь Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И мы видим здесь Ноя, который праведный и непорочный в то время, как вся земля растлилась, вся земля наполнилась злодеяниями. Есть самые соблазнительные слова, самые пагубные – все так делают. Вот все делали очень плохо в это время, но Ной остается праведным и непорочным. У человека есть выбор. Среди общего развращения он может остаться праведным и непорочным, если он только этого поживает достаточно сильно. Ной был праведный и непорочный в роде своем. Возрел Господь на землю, вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. Земля наполнилась злодеяниями. И сказал Господь Бог Ною, «Вот конец всякой плоти пришел при лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гафер, отделение сделай в ковчеге, а смоли его смолой внутри и снаружи. И сделай его так. Длина ковчега триста локтей, ширина его пятьдесят локтей, а высота его тридцать локтей. И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай сбоку его. Устрою в нем нижнее второе и третье жилье. Вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую пояс, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой, войдешь в ковчег ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Веди также в ковчег из всякого скота, из всех гадов, из всех животных, и от всякой поти по паре, чтобы они остались с тобою в живых, мужеского пола и женского, пусть они будут. Из всех птиц породу их, из всех скотов породу их, из всех присмыкающихся на земле породу их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых с тобою, мужеского пола и женского. Ты же возьми себе всякой пищи, какую питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищей. И сделано и все. Как повелел ему Господь Бог, так он и сделал. Повествование о потопе, которое начинается в этой главе, оно существует в языческих мифологиях тоже. И в свое время было большим шоком, и многих даже смутило верующих людей, когда были расшифрованы таблицы, на которых был написан эпос о Гильгамеша. Это древнейший литературный памятник, который вообще у человечества есть. И в этом эпосе есть повествование об Утнапиштиме, то есть неком аналоге, таком вавионском Ное. И там тоже есть повествование о потопе, о том, что боги устроили потоп, при этом не сообщается, почему. А Утнапиштиму почему-то шепнул, и тоже не потому, что Утнапиштим был особенно хороший, а просто вот у него, он оказался в любимцах у одного из богов, ему шепнул один из богов, Утнапиштим построил ковчег, и он спасся от потопа. И чем резко отличается библейское повествование от всех языческих повествований, во всех языческих повествованиях о потопе, потоп — это непостижимый каприз богов. Непонятно почему. И человек, который спасается, он спасается не потому, что он праведный и богочестивый, в этом нет никакого морального значения, а просто ему повезло, просто ему дали спастись. Но здесь, в Библии, повествование о потопе, оно содержит ясное моральное послание. У потопа, у этой катастрофы есть причины. Это грех и беззаконие людей. У спасения Ноя тоже есть причины. Это его праведность, непорочность, вроде все. И иногда очень любят задавать вопросы, пытаются выяснить, а что там произошло, так сказать, физически. И была ли вся земля покрыта водою? И можно ли это с точки зрения науки как-то обосновать? И говорят ли там данные науки о том, что был потоп или не было потопа? На самом деле, что было исторически, это не так важно. Когда мы, например, читаем притчу о блудном сыне, возможно, это конкретная семья с конкретными людьми. Господь их, может быть, знал лично и рассказывает эту притчу. А может быть, нет. Может быть, это просто притча, иллюстрирующая отношения Бога и человека. Это неважно с точки зрения содержания притчи. И вот с точки зрения содержания, с точки зрения того богословского послания, которое мы находим, не так важно, какие исторические события стояли за этим потопом. Важно богословское послание. И это послание состоит в том, что человеческая развращенность, человеческий грех вызывают потоп как божий акт, которым Бог сдерживает разрастание зла. И в этом потопе спасается Ной, который один остается праведен и непорочен вроде своем. И как он спасается, он получает от Бога указание построить ковчег. И он верит. Он строит ковчег, это занимает какое-то время, это требует больших усилий. И есть масса историй, масса фильмов снята, как он строит этот ковчег, и над ним все смеются и говорят, ну ты вообще свихнулся. Ты, Ной, сумасшедший какой-то сектант, ты строишь этот ковчег, никаких признаков потопа нет. И этот ковчег Ной строит, и он в него в итоге входит. И он создает этот ковчег, и он делает все, как повелел Господь Бог. То есть Ной повинуется Богу, и он проявляет доверие Богу, и он через это обретает спасение. Ной есть образ человека, который верит и спасается. Мы с вами прочитали шестую главу книги Бытия. Мы читаем писание в рамках библейского портала Экзегет.ру.